здравствуйте уважаемые подписчики и случайные гости канала ураус посетил я встречу коллекционеров на нивках в это воскресенье вот эта обстановка была порядка пол восьмого утра люди только начинали собираться хотел бы показать парочку экземпляров которые я не приобрел но они однозначно заслуживают вашего внимания вот такая вот сибирская 10 копеечная монета самый крупный номинал монета в штемпеле и также десятка период управления николая первого так называемый масонский орел крылья вниз монета также имеет штемпельный блеск и конечно такой сохранности попадается очень не часто и стоит очень недешево также раздавали вот такие вот приглашения на слет коллекционеров который пройдет 16 декабря уже послезавтра поэтому друзья я буду рад видеть каждого из вас встретиться пообщаться но я надеюсь что каждый из вас найдет для своей коллекции что-то интересное но теперь приступаем к моим приобретения начнем мы сразу с очень интересные монеты рубль 1765 года тип портрета императрица в шарфе на шее имеется шарф сами видите это самый ранний тип портрета екатерины чеканился 62 по 65 год гурту монеты шнуровидный отчеканен данные экземпляры из серебра 750 пробы масса монеты 24 грамма тираж монеты 2 миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят экземпляров сохранность монеты видите сами в таком виде она спокойно стоит вплоть до 1000 долларов далее мы посмотрим на монету меньшего номинала но на мой взгляд не менее интересную 25 копеек 1839 года николай 1 данная монета имеет довольно выразительный штемпельный блеск очень красивую патину гурту монеты пунктирный я слышал некоторые комментарии мол у данного экземпляра искусственная наложенная патина но друзья у меня есть против этого несколько аргументов во первых такой патиной зачастую добиваются с помощью яйца вот именно такого цвета и она ложится крайне неравномерно чего не скажешь о данном экземпляре второй аргумент искусственную патину накладывают с целью скрыть какие-то механические повреждения на монете данный же экземпляр на мой взгляд имеет великолепную детализацию колени не притерты это самая проблемная область у данного типа монет каждая перышко на шею орла четко видно не буду утверждать конечно что это монета мс вряд ли скорее всего но ау-58 я думаю тут есть однозначно я посмотрел несколько проходов на аукционах монеты загрежены ngc pcgs в ау-55 и там детализация была заметно слабее поэтому скрывать за искусственной патиной здесь однозначно нечего я думаю если монету сполоснуть она будет выглядеть еще лучше но она уже продана за 175 долларов а новый владелец пусть сам решает какие распоряжаться далее посмотрим на николаевский рубль 1899 года с инициалами феликса залемана монета имеет довольно яркий штемпельный блеск особенно на реверсе тут она прям вся в лучах повторюсь мейтсмейстер фсм террас 6 половиной миллионов экземпляров то есть пореже чем брюссель которая обозначается двумя звездочками на гурте но все же почаще чем и б или кумба баянс данный экземпляр находится в продаже хочу 500 долларов множество других предложений вы можете найти моем телеграм-канале ссылочка будет в описании но мы двигаемся дальше посмотрим на монеты уже советов классический рубль 21 года много раз я вам их показывал поэтому сильно заострять внимание на этой монете я не хочу 20 грамм серебро 900 пробы монета в довольно ярком штемпельном блеске она имела такую легкую патину я ее сполоснул вполне достойный экземпляр для коллекции продаю его за 150 долларов и заодно в который раз посмотрим на рубль 24 года монета также 20 грамм также 900 проба тираж 12 миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч экземпляров очень распространенная монета но и очень популярны особенно в ярком штемпельном блеске данный экземпляр продается за 100 долларов пользуясь случаем расскажу вам о редкой разновидности данного рубля которая недавно попала ко мне в руки для ее определения мы смотрим на окна фабрики в обычном варианте они имеют вытянутый прямоугольный вид а у редкой разновидности они являются квадратными именно поэтому данная разновидность была прозвана квадратные окна и на практике она действительно встречается очень редкая но связи с тем что любителей советских разновидностей последнее время не так много цены на эти монеты очень сильно просели и вот эту монету хоть она и в принципе не в самом худшем состоянии но я с трудом продал ее за 200 долларов хотя раньше они могли стоить и 300 400 и 500 поэтому будьте бдительны рублей 24 очень много в продаже возможно вам повезет наткнуться на редкую разновидность ну а на этом все всем удачи и всем пока до новых видео